Спасибо большое за донат, человек с никнеймом Истинный Фанат. С текстом, собственно, очень интересно твое мнение. Значит, аферу напоминаю, что хитрый серний гей Юрченко, значит, забайтил меня сперва спеть песню «Всадник изо льда», потом решил выдать ее соколу под видом типа того, что это он, вот там учится петь, и таким образом... Да? Да, и думал в итоге, что сам, ну, короче, сам Сергей Юрченко думал, что он мне задонатит позже типа это, но вот в итоге таким коллективной хуйней еще, на это мой аутсайд в это все вкидывался. В общем, давайте посмотрим, как Сергей Сокол, не зная, что это мой вокал, критикует мой вокал. Я считаю, что то, что Юрченко сдвинул дорожку, типа, чтобы она не попадала в ритм, это вообще хуйня, пиздец, и, ну, типа, странное решение, то есть типа, ну, вот, чтобы казалось, что это робкий новичок. Ну, бля, в итоге получилась просто хуйня, на мой взгляд, и, как бы, не знаю, весь мем просран. Плюс качество записи он там засрал. Понятно, что он пытался сделать, чтобы не палилось, типа, но, ну, в общем... Он бы узнал, кто голос. Да почему? Да это... Пока делал реакцию, пришел донат вне стрима, просто кто-то, наверное, где-то откопал ссылку мою, скинул 100 рублей и... Бля, в одном респект, что этот донат сбил, как бы, Соколу, испортил Соколу реакцию. Это за это, прям, мое вождение. Присыл мне свой кавер на какую-то мою песню. Вот давайте, собственно говоря, Сергей Юрченко, с него и начнем, пока донаты не посыпались. Это у нас сегодня первый донатец. Хе-хе-хе. Так. Чё ж так тихо-то, блядь? Плям, плем, плем. А чё за песня? Садник из льда. Эпидемия. Садник из льда, вокальный кавер. Друзья, мы... Там Изоль, да, ещё и подписал, блядь. Не скидывайте, пожалуйста, на стрим... Я уже говорил, картинки без видеоряда какого-то. Хе-хе-хе-хе. Почему? Ну, типа... Ну, типа, хуйня. Ну, блядь, ну, тут нельзя было сделать видеоряд. Липсинг. Угу, угу. Я послушаю только треть или вообще с середины начну. Блядь, вот это суперхуево. Что только треть? Потому что... В самом конце был смешной мем. То есть мы спели там, типа, всё видео было беспалевно, а в конце было никогда. Типа, отсылка к каверу Сокола на эту песню. Слушать, потому что... Он вместо никогда спел никогда. Ах ты, блин, падла полагивает. Не, вроде нормально. В стриме такое смешное. А, ну, окей, оставим так. Просто ради того, чтобы человека немножко уважить, раз он скинул, но... Я говорю, любое, концертная запись, клип там, неважно. Но, блин, чтоб мне это не статичная картинка была. Просто чуть-чуть... Хм? Тебя не храни... Где звук-то? Ну, собственно, дальше можно не слушать. Пока слабо, конечно. Дальше я понимаю, что... Ну, давайте ещё перемотаем куда-нибудь. Блядь, зачем так мимо ритма делать-то, блядь? Блядь, вот гад. У него 7 тысяч, у него интернет хороший, ебать. Ну, слабо, да, хуйня. Ебать, то ли дело сокол, ебать, певец. Не, ну... Сергей, прости, но это пока очень слабо. Надо заниматься. Это под такой... Блядь! Смешно, что он обращается... Сергей. Типа его тоже зовут Сергей, блядь. Вот в этом особенный мем, что... Сергей, прости, но очень слабо. Надо заниматься. Блядь, ровно то же самое можно было соколу сказать. Такое, пока не надо выскакивать и выкладывать никуда. Поэтому... И на низких, и на высоких пока ужасно. Я не буду слова подбирать. Пока плохо. Надо заниматься. Это не дело, конечно. Такое выкладывать пока не дело. Блядь, да не... Ну, фу. Мне бесит подпиздывание из-за кадра. Катенька, Катенька. Чтобы тебе это удалить, потому что, ну... Надо заниматься. Такое нельзя выкладывать. Это прям... Слушать тяжело. Прости. Нахуй я так неровно было сделать? Ну и типа надо заниматься. То есть, по сути, критики нет. Типа плохо, как на низких, так и на высоких. Чё плохо? То есть, если, допустим, мне чё-то донатит, ну, реакт в плане, там, песни какую-нибудь, ещё чё-нибудь, типа... Я конкретно скажу, типа, плохо... Ну, я изображу, допустим, голосом, спародирую этот момент. Спасибо, больничка, за данное, да, моё почтение. Спасибо. То есть, например, если сокол спел «никогда», то я, как бы, его, типа, передразню, и тем самым я, ну, конкретно покажу, что именно я имею в виду, когда говорю, что плохо. То есть, вот, допустим, у сокола плохо «никогда», у него плохо «срак», то есть, когда «а» уходит в «о», при этом на низкой достаточно ноте, в этом... Это, во-первых, нет смысла, а во-вторых, ну, звучит, блядь, гомосексуально, и гомосексуальность заключается в этом излишнем придыхании. То есть, или, например, я слушаю, ну, там, ещё какой-нибудь вокал, не знаю, Сопрыкиной, то есть, и, допустим, слышно, что у него буквы, все гласные буквы смешиваются в одну, то есть, у него там, допустим, не дурачок, а дырать-дурачек, ходит-дурачек, и я это изображаю и показываю тем самым конкретно, что не так. А тут, блядь, типа, называется за такую критику, блядь, верните деньги. Ну, во-первых, я считаю, Юрченко сделал хуйню. Это полная хуйня, и супер тупая идея, блядь, была сделать сдвиг, чтобы было неровно в ритм. Это, блядь, просто мега тупейшая, блядь, самая тупая идея за последние тысячу лет. Блядский интернет падал, я надеюсь, что только на один фрагмент стрима, там, кусочек, типа, пожухну. Насрать. Блядь, нет, пизда. Говно, сейчас. Ну, так вот, дебильнейшая, блядь, идея была так неровно сделать. Но Сокол, блядь, ну, что это за критика? Хуёвые, блядь, у тебя хуёвые на низах и на верхах, и, блядь, надо заниматься, Сергей. Типа, ну, то же самое можно сказать, причём это будет по факту. Только не критика. То есть, если бы Соколу такую критику принесли. Сокол, главное, когда ему, ну, говорят, то есть, да, блядь, да ёбаные 300 в рот, я твой сука срал, нахуй, блядь, какие 300, блядь? Блядь, 1300 должно быть, мразь. Вот, пошло. То есть, блядь, когда Сергею Соколу говорят, типа, Сергей, бля, хуйня, хуёво спел. Он, блядь, он же громче всех, он всегда именно вот это отвечал. И ещё раз, то есть, не Сопрыкин так отвечает, и не Ряженко, и не Фред, и не кто-то ещё. Именно из всего музыкально-гитарного ютюба главный вот этот вот, блядь, типа, а в основе мне что ты имел в виду, вот, главный, кто требует ему, типа, чё конкретно не так, который чаще всего пишет, а что вас конкретно не устраивает, а что тебе конкретно не нравится в клипе, а чем тебя конкретно не устроило, там, моё, мой вот этот призыв лиды, щас, секунду, блядь, Даш, я слышу эту хуйню, мешает. Ну, они нужны. Блядь, за тем, что без них, короче, не работает нихуя, они нужны. Не знаю. Ну, блин, у тебя же были наушники. Bluetooth были где-то. Были где-то Bluetooth. Bluetooth. Короче, блядь, Сокол, главный, блядь, сейчас я постараюсь даже найти, тут именно же должно быть подписано, типа, истинный маг ответил, ответ от пользователя, истинный маг. Во! Сокол, ты там совсем долбанулся? План сделать крутой ГРМ, что конкретно не устраивает? То есть, блядь, еще раз, главный вопрошальщик таких вопросов во всем интернете, вот, блядь, я клянусь, я постоянно, ну, докажите, блядь, кто постоянно мои реакции смотрит, не дадут мне соврать. У Сокола постоянно эта хуйня, когда ему говорят, типа, ты, блядь, ебанат, и при этом, ну, ни одному адекватному человеку не надо объяснять, в чем именно Сокол ебанат. Это, это не требует объяснений. И Сокол в этих ситуациях требует объяснений. И, блядь, требуя объяснений, он сам нихуя не конкретизировал, нихуя не сказал по фактам, типа, плохо и на верхах, и на низах, блядь, что конкретно не устраивает, блядь. То есть, типа, понятно, что критика от Сокола в любом случае была бы хуйня, но, во-первых, я подмечаю этот момент, как забавный, а, во-вторых, ну, типа, блядь, я бы хотел, если честно, нормальную критику, то есть, именно поржать, чтобы Сокол сказал, ну, вот ты там, блядь, не знаю, он бы попытался обосновать, типа, вот здесь ты там, кажется, как-то, там, не знаю, в дыхании, ну, блядь, Даш, в дыхании, короче, сделал неправильно, Катенька, Катенька, блядь, Катенька, я слышу хуйню, это Катенька, вот, значит, ну, типа, если бы он, блядь, если бы он обосновал, было бы хотя бы, не знаю, поржать над чем, там, как-то подъебать за, там, где он тупанул, а тут он просто, ну, блядь, сказал хуйню, и все, и то есть, не обосновал там, где, как, ну, то есть, блядь, не сделал то, чего требует от других постоянно, и, ну, то есть, это не критика, это просто, блядь, хуйня, и все, ну, и Сергей Юрченко, я считаю тоже, блядь, спасибо, конечно, за тот донат, и за, блядь, очень обидно, когда идея охуенная, ну, блядь, ты ее вообще прям просрал, вообще просто, блядь, все испортил, мне кажется, надо было нихуя не делать, потому что, во-первых, все равно, я думал, ты изменишь, типа, форманту, хуянту, а ты просто просрал, ну, обосрал запись, типа, добавил шум, и сдвинул, это супер тупая хуйня, лучше было отправить просто, блядь, понятно, твой донат, твои деньги, но, блядь, пиздец, мне обидно, что такая охуенная идея проебалась просто в пизду, типа, если бы это было ровно, ну, блядь, может быть, была бы как раз другая реакция Сернигей, он бы не просто такой, типа, ой, я не буду, я не буду, смотри, бля, без видео, скепну, ну, блядь, что-то больно зажрался фестинный маг, еще раз, народ, если мне закинут, ну, типа, 100 рублей, и там просто картинка и 5 минут, я досматриваю до конца, у меня есть причем правила, что я могу скипать, если хуйня, там, ну, много есть там правил, по которым я, как бы, за собой оставляю такую возможность, но я так, ну, делаю в 0,001% случаев, то есть никогда практически, я посмотрю и все, а сокол, блядь, постоянно прибедняется, ой, мы люди небогатые, ой, мы не знаем, что такое том ям, блядь, как же его готовят, блядь, этот, типа, Дубинин, типа, ой, что такое том ям, кто такой этот ваш том ям, блядь, постоянно прибедняется, при том, зажрался настолько, что типа, ну, тебе кинули сотку, блядь, посмотри хотя бы честно видос, блядь, ебучая комарина летает, посмотри хотя бы видос, честно, и как следует, там, досмотри, откритикуй, не знаю, там, что-то сделай и так далее, и, ну, блядь, еще при этом, типа, купил себе самокат, хуекат, блядь, прослушивание на концерты, там, за сто, блядь, миллионов долларов, и на камеру копят, блядь, десятую, которая ему нахуй не нужна, короче, охуел фистинный маг совсем, блядь, истинный дурак, все, вот такая вот критика, то есть, все, что я сделал, тут хоть и был Апсир, но здесь вместе с Апсиром была критика, критика вот этой хуйни, пиздец, вы поняли разницу, блядь, чуваки, то есть, типа, тут хоть чел и подписал, что Сокол критикует вокал Моисеев, но здесь, конечно, ничего близко, даже похожего на критику нет, это можно назвать реакцией, типа, он реагирует на вокал, то есть, у Сокола была дебильная реакция, а я хоть как бы я формально снимаю реакцию, но на самом деле я сделал охуенную критику, вот в этом разница, все,